Здравствуйте уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор налоговых споров на этот раз за июль 2020 года. Традиционно сначала предлагаю рассмотреть акты с судебной коллегией по экономическим спорам, которые касались налоговых вопросов. Ну и первое дело это дело Титан Баррикады. Здесь сразу следует заметить, что строго говоря это не налоговое, а гражданское дело. Дело в том, что в этом споре налогоплательщик попытался возместить свои расходы, которые были осуществлены в связи с досудебным обжалованием с помощью гражданских правовых инструментов. В данном случае данные расходы налогоплательщик расценил в качестве убытков, которые были причинены органам государственной власти. Ну то есть в данном случае речь идет о применении статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса. И здесь следует заметить, что в целом Верховный суд допустил возможность такого подхода, однако он указал, что само по себе вынесение ошибочного решения налоговым органам еще не является основанием для взыскания убытков. В данном случае необходимо доказать, что государственный орган, в данном случае налоговый орган, не исполнял надлежащим образом свои публичные обязанности. Ну и с учетом тех разъяснений, которые были даны Верховным судом, суд направил дело на новое рассмотрение. Ну здесь я все-таки полагаю, что при новом рассмотрении вряд ли требования налогоплательщика будут удовлетворены. Следующее дело – это дело компании «Вымпел». Ну в данном случае здесь рассматривалась уже известная проблема, связанная с последствиями применения недостоверной кадастровой стоимости при определении обязательств по налогу на имущество. В этом деле, по сути дела, Верховному суду пришлось вновь повторять позицию, которая была изложена в деле Юмакса. А именно то, что у налогоплательщика имеется право на обоснование того, что при определении его налоговых обязательств можно использовать рыночную стоимость соответствующего спорного объекта, по которому была неверно определена кадастровая стоимость. Следует заметить, что в июле 2020 года было достаточно интересных выводов, которые содержатся в отказных определениях судей Верховного суда. И начать хотелось бы с дела «Зеленая линия». В данном деле интересно, что первая касация признала, что выводы нежестоящих судов о том, что сделки были нереальными, эти выводы являются ошибочными. В данном случае касация признала, что сделки по приобретению товаров были реальными. Однако все равно первая касация оставила в силе решение нежестоящих судов, поскольку налогоплательщик не проявил должной осмотрительности. В данном случае было указано на то, что сделки носили по ценовому характеру значительный характер. То есть, это сделки были на 40 миллионов, и при этом у налогоплательщика отсутствовала какая-либо переписка с контрагентами. И, в принципе, налогоплательщик не мог объяснить то, каким образом он выбирал своих контрагентов. В этой связи суд признал, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности, а это является основанием для отказа в праве на вычет по НДС. Но здесь я бы хотел обратить внимание, что в данном случае речь идет именно о вычетах по НДС, а не о расходах по налогу на прибыль. Следующее интересное дело – это дело с алым петролиум. И в данном деле интересно даже не столько дело, сколько доводы, которые заявлялись налогоплательщикам. В данном деле налогоплательщик пытался применить региональную налоговую льготу, и основанием для ее применения было наличие новых, ну, возведение новых основных средств. И налогоплательщик это условие не выполнил, однако он ссылался на то, что препятствием для выполнения данного условия были санкции, которые были введены Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Однако, как суды, нежестоящие суды, так и судья Верховного Суда данный довод не восприняли и в целом отклонили. Ну и в целом налогоплательщик не смог получить ту налоговую льготу региональную, на которую рассчитывал. Следующее интересное дело, оно связано с налоговой реконструкцией. В данном деле, это дело Ходекс, было указано на то, что налоговая реконструкция к вычетам по НДС не применяется. Ну, чем вообще интересно данное дело? Во-первых, это то, что словосочетание налоговой реконструкции впервые встречается в акте Верховного Суда. Да, это отказное определение судей Верховного Суда, но, тем не менее, это тоже необходимо принять во внимание. Здесь сразу следует сказать, что в этом деле статья 54.1 Налогового кодекса не применялась. Поэтому известная проблема, связанная с тем, может ли применяться налоговая реконструкция в связи с наличием статьи 54.1 Налогового кодекса, в данном случае эта проблема в данном деле не решается. Но, тем не менее, я полагаю, что данное дело необходимо взять на заметку, поскольку в любом случае здесь сделан вывод, отрицательный вывод лишь к вычетам по НДС. Однако, ничего не говорится о налоговой реконструкции в отношении расходов по налогу на прибыль. Из чего можно делать вывод о том, что доктрина налоговой реконструкции к расходам по налогу на прибыль должна применяться. Ну, я полагаю, что она должна применяться в том числе и несмотря на наличие статьи 54.1 Налогового кодекса. В любом случае, все эти акты интересны, их следует принять во внимание. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.